Из книги «Открытым оком», том 9. Тема Лапкин книги «Вопрос 2212». Слышал, что кто-то на вашем имени престижные премии заработал. Так ли это? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Не совсем так. Снимали разные режиссеры фильмы государственные, документальные потеряевки. Один так и назвали «Затаусов, Потеряевки, Кузнецов, ВС». Красноярский филиал от Свердловской киностудии занял первое место в России. А фильм, в котором пришлось быть и мне, предчувствие того же режиссера, взял главный приз на международном кинофестивале «Золотой Витязь Югославии». Рабочий телефон 24 32 63, сотовый 8 903 91 23 295. В метро и в православных магазинах шла бойкая торговля этими фильмами, но мне и копеечки никто не дал, как юродивому. В прошлом, в 2003 году Иван Попов участвовал в конкурсе «Мемориал в Москве». И хотя ему вначале говорили, что он занял первое место, но присудили только третье. Но и это что-то, так как со своей страны были соискатели, так как со всей страны были соискатели премии. Он взял тему о ГУЛАГе и меня как главного героя писал. Индекс 656 015, Алтайский край, город Барнаул, молодежная, дом 40, квартира 24. Телефон 8-385 2 24 20 83. Думаю, что не сам все он писал. Исписывал в моей книге «Для слова Божия нет уст», что ему помогал отец и его музыкантские стихи. Помогал он писать так мыслю. Вот отрывок из их труда. Встреча с Игнатием К Игнатию я в дом пришел с надеждой, что он мои сомнения разрешил. Отец меня привел к нему. Игнатий совет мне дав на труд благословил. С Игнатием отец давно лет десять знаком был. Я же с детства знал, что есть Игнатий Лапкин проповедник от власти, пострадавший за Христа. Еще я знал достаточные истории, которые рассказывал отец. Не только мне, но часто всем домашним, касательно Игнатия. Одну историю, но вроде анекдота, смешную, но серьезную вполне, я помню из семейного предания. И вам, позвольте, кратко изложу. Во время Горбачевской перестройки так помнится, рассказывал отец. На совещании школьных педагогов явился бородатый человек. В собрании, полном современных женщин, за исключением двух-трех мужчин. Вид бороды пришельца и на нем же простых сапог, ушанки и пальто у школьных дам не вызвал восхищения. Сей по одежке встречен плохо был. Не мудрено. К обличью, басолицых, мужей своих за семь десятков лет давно привыкли женщины России. В эмансипации, презрев традиции смысл, из головы содрав платок смирения. Ведь даже их косынкой комсомольской не крыл бесчинный равенство закон. Кем был Игнатий приглашен к нам, а сел, не знаю. Знает Раино. Мир вам! Он входит, и едва вошедший, не видя вешалки, в свое пальто, рюкзак набитый книгами. Сел в угол, на пол поставил, под поясом встал. Отцу и сыну и святому духу во имя молится. Звучит аминь, широко крестится, и зажурчала речь речонка. В глазах огонь горит. Так час прошел, еще другой проходит. Все потом смокли и разденут рты, и внимают жадно. Уж гордыни прежде в помине нет простоволосых жен. Их, как экзаменатор института, вбел в страх внезапно бородатый муж, покрывший новизмой обширных знаний и выводами ясными ума и дивной убежденностью пророка, глаголом с жгущим в суету сердец. Скончал певец, как Соловей Крыловский, и улетел, спеша до новых мест. Прессильный оставив впечатление, так загрузил, что был всеобщий шок. И словно тень неловкого умолчания легла на всех, и возряв за фраеносей богоборный цербер коммунизма, поставленный стеречь безбожья школ, как бы труня собрание вопрошает. Ну как, товарищи, каков вам враг? И что мы можем противопоставить такому вот опасному врагу?